Друзья, всем привет! У нас зимний спиннинг продолжается, на улице минус 7, речка немножко парила утром. Сегодня ясная солнечная погода, обещает быть с небольшим ветерком, днем до минус 4-5 и высокое атмосферное давление. Приехали сегодня небольшой компанией на один участок Москвы-реки, походим, половим, ну, самые интересные моменты обязательно запечатлим и обо всем расскажем. Встал! Нормальная рыба-то села. Я же сказал, что я ее здесь поймаю. 10 грамм свинг-энпакт яркий. Вот такая вот красивая щучка. Вот такая вот солнечная щучка. Друзья, морозная погода у нас холодная, вообще, что говорить. Вот такая вот щучка попалась. 10-граммовый свинг-энпакт за самый клювик она. Мы ее морозить не будем, а то она, бедная, уже окалела в снежку. Сейчас мы ее отпустим. Аккуратненько. Ну, ты что там на себя-то? Давай-давай-давай. Давай-давай-давай. Дальше сама. О! Поползла домой, родимая. Все, а мы теперь руки греть. На улице минус 6, наверное, где-то градусов. Ловить не очень комфортно. Ай, пахнет. И москварикой, и щукой. Вот такое начало рыбалки. Первый хвостик на всю нашу компанию. Надеюсь, не последний. Погода сегодня, конечно, подстать. Субботний день такой. Мороз и солнце, день чудесный. Это вот при сегодняшний день. 760 миллиметров давления. Небольшой юго-восточный ветерок, который создает некоторые проблемы с обмерзанием колец. Ну и, в принципе, немалолюдно на реке. Несмотря на минус зимний спиннинг. В нашем регионе все популярнее и популярнее. Люди не боятся. Обрабатывают плетенку, кольца. Одевают перчатки и вперед. Вот. Ну, пока вот на всю нашу компанию одна щучка у меня попалась. И больше ничего не происходит. Вот. Но стало значительно теплее. Вот. Можно даже уже, в принципе, без перчаток начать ловить. Видели поимку пары щук. На том берегу ребята поймали щучку такую за килограмм. И на нашем берегу ребята поймали такую, наверное, 1,7 кг щучку. То есть щучка нет-нет даже в такое высокое давление активно. А вот остальная рыба клевать отказывается. Ни берша, ни судака, ни окуня. Никого нет. Ловим на джиговой приманке пока. Начинаем там от 8 грамм и там до 16. Мандулы, виброхвосты. И, в общем, ищем рыбу. Получаем удовольствие от такой великолепной морозной, солнечной погоды. На дворе у нас сегодня 5 декабря. Да. Друзья, джиг кидали, кидали. Решил поставить в боблерочек, потвичить. И вот на орбит 80-й она взяла. А какая. Красотуля. Смотрите, как она уверенно скушала. Такая, наверное, грамм 800, да? Друзья, ну мы джиговали, джиговали. Я с собой взял воблеры, поставил из 5-го заброса. А вот такой вот щемпачок уверенно скушал. Не джигом единым. На мелководье иногда стоит и покидать что-нибудь другое. Сейчас мы ее аккуратненько оцемем. Сделаем фотографию. И отпустим домой. На улице очень холодно. Еще плюс ветер. Не очень приятно. Все, щучка будет жить. Вот такой вот боблерочек. Ти-ти-ти-ти-ти. Орбит 80СП. Без сахара. Вот такая вот малютка. Не думайте, мы ее заберем на котлеты. В никаком случае. Классная вода. Что, тут плыла? Не вижу, куда плыть. Я теперь сам ее потерял. О, там, бежал. Пускайте рыбу, друзья. А то нам ловить нечего будет в мороз. Вот так вот, друзья. На джик щука не реагировала. Слишком мелко. А на воблер с мельчка она взяла. Базовая проводочка. Пару рывков. Пауза. Пару рывков. Пауза. Казалось бы, мороз на улице. Но рыбы нету в ямах. Не скатилась она, что ли, туда или что, не знаю. Но клюет на относительно неглубоких участках. Во. Чтобы покрасивше было. Во, хороший судачок. Так. Опа. Есть. Есть, 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 есть. Четкая поклевка, друзья. Рыба как-то сдалась. С самого выброса на мандулку прижал. Ааа. Ха-ха-ха-ха-ха. Это щучка. Давайте, как она заела. Ой-ой-ой. Вот такая вот малышка. Сейчас будем производить операцию по извлечению приманки. Оп. Все. Операция проведена успешно. Давай, малютка, плыви. Очень холодно. Помогает в этих случаях вот так вот водой и вот так вот резко-резко-резко-резко-резко-резко-резко-резко-резко-резко-резко резко-резко-резко-резко стряхиваем и убираем руки в перчатки. И греем. Приходится делать паузу. Иначе никак. Вот теперь так немножко постоим. Друзья, ну коротко. Время обед. Аккумуляторы мерзнут. Сами мерзнем. Рыбка начала шевелиться. Я поймал две щучки на джиг. Одну на мандулу, одну на резину. Поймал одну щуку на воблер. И у меня был сход щуки на джиг. Все начало вот клевать после там где-то 10 часов. Проблему осложняет тот момент, что уровень воды очень высокий. Я сегодня рассчитывал, что половлю на воблеры вдоль отвесных бровок. Как я это люблю здесь обычно делать. Но на них просто не выйти. Мало того, что даже самые близкие бровки туда даже просто подойти невозможно. Воду дали плюс метр. Что делают шлюзовики? И вообще с гидравликой происходят какие-то непонятные вещи. Вода то максимально упадет, то она опять взлетает вверх. Но щука сегодня явно активна. Я видел сегодня по реке несколько поимых уже щук. Там на том берегу люди поймали. На нашем берегу поймали. Пару судаков ребята поймали. Один такой неплохой, наверное, килограмма на полтора. То есть рыбка поклевывает. И до вечера мы половим. Может быть что-то еще произойдет. Я думаю, что по-любому что-то должно произойти. Потому что рыба нет-нет, да отзывается. Ловить, правда, крайне некомфортно. Потому что боковой ветер все мерзнет. Буквально несколько забросов очищаешь кольца и греешься, стоишь. И мне кажется, что пора попить чайку. Вот это точно. Согреться. Друзья, чтобы вы понимали, вот такой вот ветер. Он казалось бы небольшой. Но когда на улице минус 5-6 градусов. Кайфа от этого мало. Опа. И есть. Прямо под берегом она сандалила. Очередная. Смотрите, как жадно глотают щуки. Но это уже покрупнее. Это уже покрупнее, красотка. И опять, друзья, приманочка. Это маленькая мандулка. Вот Андрюша, Андрюша. Вон она ее как съела. Маленькая оранжевая-желтая мандула. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Вот такая мандула. Да, щука жадно берет. Видосов не буду на камеру снимать. Все замерзает. Но такая щука, наверное, за кило. Очередная уже четвертая. Давай, подруга, плыви домой. Очень холодно. Рыбу морозить не хочу. О, кайф. Кайф, пацаны. Дело близится к вечеру, друзья. Поклевок все нет. Был какой-то небольшой выход у рыбы, который произошел где-то с 11, наверное, до полвторого. Вот в этот момент, наверное, все поклевки и произошли. Видимо, давление продолжает, наверное, рост свой. Погода идет на мороз. И рыбка что-то начала бастовать. Ну, вот сегодня, в принципе, когда выход был, вот мандула от Андрюши сегодня опять же неплохо сработала. Я отмечу еще тот момент, что вот на такие небольшие мандулки я чаще всего использую груза от 8 до, там, 16 грамм. 18, наверное, это максималка. Потому что, ну, не знаю, мне кажется, что вот идиллия именно в таких вот весах. Если использовать веса уже выше 18 грамм, то, соответственно, мандулки там применять, соответственно, лучше покрупнее. Хотя во всех правилах есть исключения, но я чаще всего руководствуюсь именно таким выбором. Прямо за бровочкой она взяла. Очередная щучка. Некрупная. Вот такая вот красотулина. Давай, спрыгивай сама. Нет? Опять руки мочить. Какая-то маленькая пиявочка. Ой! Все, сейчас аккуратно отпущу. Опять на мандулку. Прикусила аккуратненько за задний тройник. Ну, отдай, отдай, отдай. Плыви, моя хорошая. Пока. Мороз крепчал, а клев рыбы сошел на нет. Был какой-то выход такой с часу до двух прям серий поклевок. Все поймали. У меня почти две подряд щучки. Что самое интересное, только на небольшой мандулке были поклевки. Сейчас пробую ловить на силиконовые приманки, но пока тишина. Холодно. И солнышко ушло за обрыв. И стало вообще как-то не айс. Вернее, айс. Но как-то так. Продолжаем кидать. Ждем, может быть, какую-то вечернюю активность. Такая у нас рыбалка. Минусовую погоду. По сегодняшнему дню пока фаворит их свинг-инпакты разных цветов на весах 8-10 грамм и небольшие мандулки вот такой вот формы и на весах от 12 до 18. То есть классика в холодной воде силиконовые приманки с облегчением и мандулки с небольшим переутяжелением. Сегодня на поклевке только на эти типы приманок. Ну что, друзья, сегодняшний день подошел к концу. Как я всегда это говорю. Прошу сразу извинений у тех регионов, которые смотрят это видео и у которых уже, наверное, метровый лед. Мы благодарны. Москва, Московская область, что у нас есть такая река и что мы можем даже в сильный минус где-то покидать спиннинг. Конечно, рыбалка в такой минус она не пылает огромным количеством поклевок, какой-то феерии не происходит. И сегодняшний день на то показателен очень сложная такая рыбалка. Небольшие всплески активности, но тем не менее удалось мне сегодня поймать пять щучек и я считаю, что это очень даже неплохой результат для такой погоды, для такого минуса. Поэтому, друзья, не забывайте ставить палец вверх, подписываться на наш канал, ну и впереди еще будут рыбалки однозначно по открытой воде и не только. Поэтому смотрите, болейте, переживайте. рыба будет, все расскажем, все покажем. Всем счастливо, друзья, до новых встреч. А что, как вылазь-то? Как вылазь-то? Как вылазь-то? Это за вами полетел? Вот сволочь, а. Я же сейчас залезу, догоню. Ах, японамать, как тут лезть, е-мое. Как вы думали, у нас зимний спинит на Москварике? А, вот так вот улазишь. Все, встаешь и идешь домой, еще через поле до остановки. Где мой ледобор? Поехали со льда ловить, уже везде лед встал. Все, мы погнали.